Чтобы было более приближено к реальности, нарушники застегнул потуже. Ну все, на тебе ключ, я пошел, давай. Это вы хорошо придумали. Самые невероятные эксперименты, инновационные открытия. Тайны проживого, загадки природы и пределы человеческих возможностей. Все это наука 2.0. Сегодня мы попытаемся узнать, а так ли легко освободиться от наручников, как это показывают в кино. Наши реквизиторы подготовили нам разные типы наручников. У нас есть простые оперативные, есть конвойные. Дим, скажи, вот я когда тебя просил купить наручники, как в кино, ты вообще какие фильмы имел в виду? Как какие-то такие. А поможет разобраться нам с наручниками эксперт по безопасности Макс Калинин. В прошлом полицейский. Ты сколько лет прослужил? Ну, порядка 15. Ну, наверное, не раз приходилось надевать и снимать, да, наручники? Было дело. Кстати, вот, а как их снять, да, если? У тебя наверняка есть ключик, да? Берешь, снимаешь, как. У всех наручников стандартные? Ну, в основном, конечно же, для отдельных подразделений, будь то полиция или исполнение наказания службы, конечно, применяются однотипные наручники, однотипные замки. А можно вообще как-нибудь заглянуть внутрь наручников, посмотреть, как они устроены? Можно. Надо разобрать их. Эти наручники, они с немного усложненной как бы системой. Гребеночка, как мы видим, одна, а чтобы ее открыть, нужно отодвинуть сразу две собачки. То есть вот, получается, у нас, когда зубчатый сектор сюда заходит, здесь пружиночка поджимает, и вот он, оп, оп, оп. Все, да, и дальше она не идет. Дальше не идет. Соответственно, открыть наручники можно всего лишь двумя способами, с двух сторон. Либо через замочную скважину, либо подсунув какой-то предмет под вот этот зубчатый сектор. Ну, то есть даже если бы я смог скрепку сюда подсунуть, то за счет того, что здесь две собачки, то одну бы я отжал. Ну, во вторую мог бы не попасть. Да, а во вторую, по крайней мере, так легко. Да, надо было такую-нибудь широкую скрепку применять. Принцип понятен. Давай теперь попробуем надеть на меня наручники. Нет, так не пойдет. Переворачивайся. В смысле? Ну, сзади застегнем. Ааа. Спереди, конечно. Опытный. Опытный. Да, давай не будем тебя травмировать. Аккуратненько пристегнем. Ого, так травмируется. Ого, давай, давай. Вот тебе защёлкнуты эти. Знаешь, в кино я видел, как такие особо одаренные каратисты прямо перепрыгивают. Попробуй. Давай я тебе даже ящичек подводим, чтобы ты присел на него. И это кому? Это не очень хорошо получается. Мне кажется, мне растяжки чуть-чуть совсем не хватает. Неприятно. Ну, в общем, из-за спины можно выбраться. Будем считать, что милиционер тебя не видел, как ты это делал. Ха-ха-ха. Так. А теперь мне нужно лучше сделать, чтобы она была как замочек. Да так и запутая? Ааа. Слушай, там же две собачки. Вот я чувствую, что я одну смог. Вот она идёт. А вторую. И вторую мне потребуется вторая короника. Так. Надо посмотреть ещё раз. Так. Здесь надо заходить сюда. Значит. Против часовой я её кручу. Да. В общем, таким же образом, имея хорошее пространственное воображение, можно всё то же самое проделать и сзади. Хорошее пространственное воображение, а ещё опыт и сноровку. Да. И время. Ну, ты уже готов. Так. Ну, знаешь, я со вторым не буду мучить, я всё-таки его так сниму. А вот бывали случаи, когда люди разрывали наручники? Был на практике такой случай, правда, у моего отца, когда действительно задержали мужчину. Он был в два раза больше тебя, правда. Но, надев ему наручники, значит, он их только усилил, никаких там приспособлений не было. Он их сумел разомкнуть. Разомкнуть? Порвав эту цепочку? Нет, нет, нет. Порвав эту цепочку. Такой случай действительно был, он как бы правдивый. Я тебе предлагаю проверить, сколько наручники выдерживают на разрыв. Ну, вот это вот цепное соединение. Но только вместо рук мы используем ноги. Вот такие, свиные. Ну, как нам объяснили, по своим биологическим параметрам, прочностным, они очень близки к человеческим запястьям. Мы подготовили стенд разрывной, там есть динамометр. И мы точно сможем сказать, что прочнее, руки или наручники. Так, вот у нас... Саша, давай. 150. Было 235. Сломались? 235 было. Да, разогнул наручники. 235 килограммов, ты разогнул наручник. Однако, цепочка не порвалась. Давай еще разок потянем, посмотрим, сколько потребуется для того, чтобы все-таки наручники. 235 килограммов, это то усилие, которое необходимо, чтобы разогнуть душку наручников. Но при этом цепочка выдержала и выдержала рука. Я пытаюсь себе представить, что бы было с моей рукой, если бы вот такая вот узкая железная полоска, как браслет наручника давила мне на руку с усилием в 235 килограммов. Там вот прям четко показано, что было бы с твоей рукой. О-о. Ну да. Ну, кость бы не сломалась, но инвалидом бы я и остался дома. В последнее время очень много кадров по телевидению, как спецслужбы, ну, всяких там иностранных государств, все чаще и чаще для фиксации злоумышленников используют обычные строительные стяжки. Сейчас мы с Максимом, экспертом по безопасности, попытаемся выяснить, как можно выбраться, если вас связали такими стяжками. Ну, то, что у тебя в руках, это правильно, обычные электрические стяжки, не предназначенные для этого, вот это, конечно, вот уже более совершенная вещь. Это и есть пластиковые наручники, которые применяют в основном импортные спецподразделения и подразделения полиции. У нас таких вещей нет на вооружении. Слушай, ну, если это, ну, типа строительного хомута, здесь гребенка, да, то, по идее, ну, ведь можно аккуратно поддеть этот фиксатор, да, и освободиться? Ну, в общем-то, можно, но это очень тяжело, они специальным образом сделаны против этого. Ну, давай попробуем, у нас же есть чего. Давай попробуем. Хорошая фиксация, да. Ну, в общем, это все экзотика. Оставь эти все вещи. Есть строительные хомуты, которые, в общем-то, везде всегда под рукой. Да, вот давайте сейчас покажу, как из них можно выбраться. Давай, садись. Садись. Доставай шнурок, вынимай шнурок свой. С кеда? С кеда. Ты мне еще решил шнурками что-то зафиксировать дополнительно? Хорошо, что у тебя длинные шнурки, как раз это и нужно. А что делать-то будем? Давай-давай, вынимай. Так. Теперь из шнурков, ну сам, делай на концах шнурков две таких петельки, завязывай их. Побольше делай, чтобы можно было их надеть на твой кед. Так. Надевай. Теперь шнурочек просовывай под одну из стяжечек. А, кажется, я понял что-то. Будем считать, что у тебя супер толстые стяжки, по-другому их никак не переплавишь. Вот, и теперь ногами, как на велосипеде. Вот, 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 вот. Ну, слушай, даже чуть-чуть. Чуть-чуть. Ну, в принципе, я думаю, что я бы и такую перетер. Давай попробуем. Ну, в общем-то, что и следовало ожидать. Пластик. Да. То есть это так быстро каких-нибудь повязать террористов лицом в пол. Запаковать и отправить. Да. Пока они шнурки не подоставали. Да. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А сейчас мы проверим, можно ли топором разрубить цепи наручников. В фильме «Титаник» Роуз с легкостью перерубил наручники, которые были на руках у Ди Каприо. Ну что, Максим, ты готов исполнить роль Джека? Вот так вот, да? Так мы видим. Ну, давай хотя бы. Погоди. Что, страшно? Да. Ты же на мотоцикле ездишь. Тебе должно быть вообще ничего не страшно. Руки тоже нужны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хороший был удар. Практически перерубил. Но не перерубил. Вот, практически. Но я не думаю, что Кейт выслит, она хоть и девушка достаточно крупная, что она смогла бы вот так вот с одного удара перерубить наручники, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что я могу сказать? Завод, который делает цепочки для наручников, сделает их явно лучше, чем завод, который делает дуги для наручников. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И топоры. Да, а топоры, честно говоря, вообще такие даже лучше, даже и не покупать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Девушка! Девушка! Подойдите, пожалуйста. Вот ключик лежит. А что же вас операторы снимают? Чего не освободят? Да они только режиссера слушают. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вам помочь, Стас? А, спасибо. Ну все, держитесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА